Ну что, отобразилось? Да, 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 есть Ну перезагрузить пришлось, что-то все отключилось вдруг Я понял Так, добрый день Добрый день У нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Да, конечно, пожалуйста Ну, наши смотрели прошлое, что мы говорили-то? Игнатий Тихович, конечно я смотрел Я честно говорю, в недоумении вообще у меня просто в голову это не помещается, что происходит Как так? Ведь вот парень говорит Ясно, это очень важный момент такой Что он говорит, что он кается в том, что он курил эту травку Он кается в этом Здесь как, ну вы говорите в этот момент ему говорите О-о-о Понимаете, все, вы его уже срубили Понимаете? Вы его уже срубили, говорит, последствия остаются Какие последствия могут остаться, если он когда-то курил и потом покаялся? Давайте по частям Хорошо Давайте по частям Вы задали вопрос, иначе будет неотвечено Речь идет не о духовном состоянии, а о телесном Пускай о телесном Он гонял по горам на мотоцикле Теперь он обратился Но разбитая колень у него так и осталась Это так и осталось Теперь он там когда-то был и все время курил И вот то, что у него на легких теперь есть, это никуда не делось Обращается только человек Калека остается калекой Даже медицина Нигде не сказано, что все встанут калеки Из больницы все выйдут Никак Это последствия той греховной жизни Они будут напоминать, что ты каялся Нет, Игнатий Тихонович, подождите Вы понимаете, что даже медицина Тут мы не говорим сейчас о Боге Просто медицина сначала говорит о том, что послекурящий человек очищается в течение 3-5 месяцев, 6 месяцев Очищается Это без Бога Просто тело очищается Впоследствии никотина, скажем так, которое эта медицина говорит А разве для Бога есть что-то невозможное? Для Христа есть что-то невозможное? Он не может очистить свой храм, свое тело, избавить от него Он проказу Христос лечил, который считается калекой на всю жизнь Неизлечимая болезнь Впоследствии проказа смерти Он ее излечает за секунды Ну как так, Игнатий Тихонович, вы говорите такие вещи Сразу ответ Договоримся Если вопрос задали Вы уже не вопрос задаете, а учите А это не надо делать Я не учу, я говорю слова писания Нет, полминуты, я вам снова поясняю Хорошо, да Сколько прокаженных, которые уверовали И которые никогда не исцелились И наоборот, когда уверовал, пришли все болезни На него гонение пошло Мало того, был неверующий Сын губернатора Молодой офицер Но вот он обратился к Богу И ночью стал бесноваться И стал бесноватый Это друг Иоанна Златоуста Какие были молитвы, куда его водили К монахам, все молились Не он так и остался Тогда Златоуст пишет слова к Стагирию Который забесновался Господин, ну как же так, он же верующий А отец там поднял такую бучу Мой сын, вы погубили его монахи Он был здоровый Он офицер И теперь такое с ним Бог знает, это его провидение И поэтому последствия того, что ты там делал Никуда не деваются На теле Вот допустим, человек Все время там Одна свай курил И у него рак щеки Бог силен? Силен Но он не убрал это Вот другой там Мне известный человек Лежит парализованный Сейчас уже 15 лет, наверное Посмотрите его Иконописец Он здоровый по 2 метра Нырнул и в бревно ударился Он полностью парализован Теперь он обратился к Богу Там был неверующий Так все и осталось Все за него молились И писятики, и православные, и католики Лежит У него все внутри уже сгнило Рак его съедает, говорит Мы не можем от Бога требовать Ну разве Бог не может? У меня был такой сосед Мы жили на квартире А почему Бог через кого-то? Мне лично откроет Я говорю, трамвайный путь Вон там, туда идти надо Бог может тебе за ночь Провести его в комнату И садиться, поедешь Но Бог этого не делает Бог не делает этого Он оставляет за свободу волю Ты вышел из Содома Но Дух Содома в тебе не вышел Она повернулась А Господь говорит Помните, вспоминайте жену Лотову Вспоминайте Вот так Адовича, можно? Хорошо, я выслушал Пожалуйста, выслушайте меня Когда ученики Иисуса Христа Хотели исцелить человека И не могли Его спросили ученики Почему мы не могли его исцелить? Он сказал По неверию вашему То есть Первое Перед тем, как он сказать Что сей род исцеляется Молитвой и постом Он говорит По неверию вашему Вы не могли его исцелить То есть Первый пункт Они упустили Были маловерами Это первое Иоанн Златоуст Говорит Когда он говорит Когда его тоже спрашивали О том случае Когда Спасается молитвой и постом Он говорит И не говорите мне Прежде О тех случаях Когда Человек исцеляется О тех редких случаях Когда человек исцеляется Без молитвы и поста Он говорит Это слова Иоанна Златоуста Я могу их цитировать Читать сейчас Он говорит Не говорите мне Об этих редких случаях Когда человек исцеляется Без молитвы и поста То есть Были эти редкие случаи Когда люди исцелялись По вере По сильной вере Когда исцеляли по вере Игнатий Тихонович Нельзя Это вы этим снижаете Веру Только по маловерию Это невозможно Это нужно сказать Во-первых Это очень важно Да Исцеляется потом Молитва и постом Но По маловерию Понимаете И это Иоанн Златоус Говорит Не говорите мне О тех редких случаях То есть Эти редкие случаи были Христос говорит Мы Вы не могли исцелить Вы должны были исцелить По вере По сильной вашей вере Но вы не смогли Потому что вы маловера Вот И сей же рот Тогда по вашему маловерию Будет исцеляться Только молитвы и постом Понимаете Игнатий Тихонович Вы сразу человек Разве Бог не может Всесильный Бог Который исцеляет И от проказа И от других И сухорукова И не может исцелить Очистить легкие Курящему Или избавить его Духовного Это же Первый Нужно смотреть На последствия Духовные А потом на телесные Если он избавляет Его от дух От беса Какого-то Который И спровоцировал Эту болезнь И мучает Этот человек А разве Он не может Исцелить его Потом тело Как можно так Человека Вы сразу Его обрубили В этот момент Понимаете Игнатий Тихонович Это очень плохо Его сейчас нужно Быстро возродить Обратно Этого человека Поднять Что все Исцеляет Бог Все может Бог Все зависит от веры Направить его В веру дать ему Поднять его По вере Понимаете Игнатий Тихонович Так нельзя Вот его так Отрубить ему Что вот нет Все последствия Остались И все Даже Как вы говорите Цирроз печени Излечается Цирроз печени Но медленно Это без Бога Это врачи просто говорят Восстановление организма Функции восстановления организма Клетки Нервные клетки Уже Врачи говорят Восстанавливаются Понимаете Игнатий Тихонович Как можно Вот это Это Ну Я просто в недоумении Я вам написал в комментарии Я не могу понять Как так Понимаете По маловерию Игнатий Тихонович Нельзя такое Пренебрегать словами Иисуса Христа Он говорит Будете иметь веру Горчичное зерно Будете горы передвигать Будете исцелять И воскрешать людей А мы это отрезали И все Мы маловерой Остались маловерами Мы можем только Молитвы и постов Как Игнатий Тихонович Ну нет Ни в какие рамки Вот так Пренебрегать словами Христа Я не могу понять Почему вы Знающий Так хорошо Писание Вот Ну Как можно Просто пренебречь Этими словами Игнатий Тихонович Объясните мне Ну вот Нельзя же так делать Это страшно Человек оставить Опустить его До такого уровня И потом оставить Его вот Все там Последствия Станутся Никто И никогда Как вы говорите Не уберет Эти последствия Ну как можно Бога в чем-то ограничить А если у человека Вера такая Что он действительности Горы передвигает Я понимаю Что вот да Я был там И еще Не дай Бог Никому Сколько я на себе имел Я знаю точно Как Христос берет Просто исцеляет Просто исцеляет Не сразу Постепенно Один грех Второй грех Третий грех Колени у меня Я еле ходил Потом даже Я сейчас даже не помню О этих проблемах С коленями Я знаю Что может Христос Сделать с человеком И как это делается И как Через что Вот как я вижу Что он из меня вытащил Какие гадости И как очистил Вот это Это И если бы я это не испытал Я бы это не говорил Люди наркоманы Им метастазы по всему телу Им врачи Вот я специально ходил к врачам Спрашивал врачей Хирургов Знакомых Говорю У вас Онкологом У вас есть группа людей Которые вот Сегодня болеют Вы ему назначили Еще 36 часов жизни максимум А завтра он исцелен Он говорит Да есть Я говорю А какие Какая причина Что вы как врачи можете сказать Он говорит Мы не знаем Но метастазы уже идут И на следующий день Он А почему Я занимался этими вопросами Серьезно И медициной тоже И знаю Эти люди За одну ночь Могли мысль допустить Вот я каюсь Или отказываются Ну все Отказываются от материальной жизни От мирской жизни И он исцеляется Он понимает Что все Смерть Я извини меня Вот такую жизнь я прожил И вот искреннее покаяние Это убирает Христос говорит Сейчас новое творение Новый чистый белый лист Все Игнатий Скажите что-нибудь А я вам не нужен Совершенно Хорошо Вы на своем Стоите мертвы Да Полностью Рассуждаете Как пятидесятники Харизматы Они требуют У Бога Из тех Которые обратились Люди к Богу Исцеляется По вере Примерно Одна тысячная процента Не процента А процента Это не важно Один из тысячи И двое из десяти тысяч Я вас не перебиваю Я вас не перебиваю Я вас не перебивал Хорошо Извините Слушаю По вере вашей Вот как вы говорите У вас вера несравнена Больше чем у меня Сделайте так Чтобы руками Не касаться наушников А чтобы они сами На уши вам залезли Сдвините их Да не сдвините никогда Не искушай Бога Вы опять второй раз Перебиваете Не искушай Да потому что Вы задаете такой же вопрос Который Вы задаете сейчас Такой же вопрос Как задавал Сатана Христу Я говорю Нельзя искушать Бога Но Бог говорит такие слова Просите и дано будет вам Просите и не получайте А почему Почему не получайте Потому что просите Не о божественном Не Не о угодном Богу делах А здесь разве Не о угодных Богу делах Когда он слепому Говорит что Да для того Он исцеляет Его спрашивают Кто виноват Что он слепой родился Вопрос кажется банальный Он же родился слепой Разве он может быть виноват Но Бог говорит Это для того Чтобы была проявлена Слава Божья Потому что Вот здесь и идет Речь о реинкарнации Что он родился слепой Но ученики спрашивают Кто виноват Он же родился уже слепой Он же не может быть уже виноват Имеется ввиду Прошлые жизни И Бог говорит Для того чтобы была слава Божья А то что вы сейчас просите Это искушение Бога И говорится, не искушай Бога. Я понял, Игнатий Тихонович, что вы мне хотите сказать. То есть я хотел другое услышать, другое видеть, но не то. Давайте оставим этот разговор, он бесполезный. Поэтому у нас и не получалось связаться по скайпу сразу. Это сразу был знак Божий, что нам не стоило было говорить. Спокойной ночи, Игнатий Тихонович.